Приветствую всех на нашей международной научно-практической конференции. Я представляю вашему вниманию мой доклад, мое исследование. Вместе со своими коллегами мы провели исследование на тему этические нормы традиции инновации в условиях 4-й технологической революции на основе активной цифровизации нашего общества. Обратили внимание на то, что, особенно, как говорила в свое время на 6-м московском юридическом форуме Академик Хабреева, современная практика, правоприменительная практика идет по пути в исполнении пробелов в правовом регулировании за счет этических норм, вплоть до того, что создаются заново, либо абсолютно новые этические кодексы, корпоративные кодексы, и расширяется сфера их применения. Мы обратили внимание, что, несмотря на то, что на основе, в связи с цифровизацией общества, которое влечет машинизацию, алгоритмизацию процесса правоприменения, в частности, процесс оказания услуг, оказания реализации государственных функций, возникает необходимость регулирования отдельных аспектов, таких как непосредственное взаимодействие исполнителей услуг и исполнителей государственных функций, взаимодействие этих исполнителей с гражданами, с заявителями. Обращаем внимание, я со своими коллегами по кафедре гражданской правовой дисциплины обращаем внимание, что, несмотря на цифровизацию, которая трансформирует не только подходы к правовому регулированию, оказания услуг, она также трансформирует и требования к представителям, к исполнителям этих услуг и государственных функций. Эти подходы к правовому регулированию направлены прежде всего на защиту всех участников данного процесса, но эта защита требует трансформации именно в условиях алгоритмизации процедур правоприменительных и особенно при использовании интернет-среды. Очень большую актуальность возникает именно использование средств взаимодействия, основанных на интернет-ресурсах, в связи с чем автоматически возникает множество вопросов. Основной из них – это вопрос безопасности. Безопасность передачи данных, безопасность технических аспектов, связи быстроты получения запрашиваемой информации, но и вопросы безопасности связаны с жизнью исполнителей, частной жизни исполнителей вот этих государственных функций, услуг, вплоть до того, что, как мы все прекрасно понимаем, у нас весьма совершенные технические средства, особенно по сравнению как минимум с пятилетней давностью, с десятилетней давностью. И очень многие потребители государственных функций и услуг используют эти технические средства, записи, аудио, видео, что иногда может поставить под вопрос даже личную жизнь исполнителей услуг. Это, в свою очередь, влечет давление, усиление давления на государственные с ними органы. И таким образом делает, несмотря на плюсы цифровизации ввиду сокращения сроков получения услуг, получения документов, информации и тому подобных, сокращения чередей, уменьшения бумажного обмена, но в то же время эта цифровизация делает из исполнителей государственных услуг функций заложников этих цифровых возможностей потребителей. Что выражается в различных обвинениях со стороны потребителей, начиная от классического непрофессионализма и заканчивая обвинения в неэтичном поведении. Что лишний раз заставляет профессиональные сообщества, как даже органы власти, реформировать, редактировать, заново создавать этические кодексы, корпоративные кодексы для их соответствия вызовом времени по обеспечению непосредственной профессиональной деятельности и безопасности этих самих исполнителей. В нашем исследовании мы бы хотели обратить внимание на два аспекта в использовании этических норм при реализации правоприменителей и своих обязанностей. Это распространение информации, вопрос распространения информации, предоставление информации неограниченному кругу лиц, а также вопрос безопасности, как обеспечивается исполнителем государственных функций и услуг, эффективное использование интернет-ресурсов. Мы бы хотели обратить внимание в нашем исследовании, что основная особенность корпоративных кодексов, этических кодексов – это, прежде всего, направленность на защиту интересов представителей корпорации, быстрое реагирование на изменения в запросах общества и государственной политики при формировании норм, а самое главное – это быстрое формирование корпоративно-этических норм в связи с этими запросами. Ни для кого не секрет, что отдельный блок законов может издаваться, редактироваться довольно-таки долго, и в последующем он подвергается редактированию, что влечет сложности в последующем правоприменительной практике. А вот корпоративно-этические кодексы, они довольно-таки быстро создаются, быстро реагируют на запросы. Также их особенностью является самостоятельное разрешение вопросов, учитывать или нет достижения аналогичных иностранных корпораций, профессиональных корпораций. Ну, к примеру, мы рассматривали такие сообщества, негосударственные сообщества, как адвокатура, нотариат, ну, применительно к этому такие иностранные профессиональные корпорации, как Международный союз нотариата, как рассматривали этический кодекс адвокатов стран-участниц Евросоюза, или же наши отечественные создатели корпоративно-этических кодексов сами решают вопрос о том, использовать или нет акты соответствующей направленности надгосударственных образований стран СНГ. Традиционно задачами этих кодексов являлось, конечно же, внутреннее регулирование взаимоотношений между членами этих корпораций, быстрое разрешение, относительно быстрое разрешение возможных конфликтов между участниками этих корпораций, и как способ разрешения этих конфликтов, это, конечно же, такие обеспечительные меры, как меры принуждения, дисциплинарные меры. Одним из проблемных аспектов, рассматриваемыми нами, это предоставление гражданам информации. И вот как решает этот вопрос, то есть не просто предоставление гражданам информации по запросам этих граждан. Здесь, конечно же, практически никаких вопросов не возникает. Здесь все четко предусмотрено в специализированном законодательстве, и практически не требуется никакого мешача статических норм. Мы рассматривали вопрос предоставления информации гражданам неограниченным кругу лиц, именно с использованием интернет-ресурсов. Вот так, в кодексе профессиональной этики нотариуса Российской Федерации, который, кстати, был не только принят нотариальным сообществом, но и был утвержден Министерством юстиции Российской Федерации, что опять-таки подтверждает весомую роль данного сообщества. Итак, в кодексе нотариусов предусмотрена специальная глава, глава 8, которая посвящена условиям размещения информации о деятельности конкретного нотариуса. В этой главе предусмотрено, что нет не только общие правила, такие как запрет на размещение сведений, создающих преимущество одного нотариуса перед другим, но и четкое указание, какие именно разделы должны содержаться на сайте. Но это в качестве вот такого интересного комментария, потому что в другом, в кодексе адвокат, в адвокатском кодексе таких требований не предусмотрено. Вот, кстати, интересный такой момент, что нотариальное сообщество детально рассматривает этот момент, потому что действительно граждане, единственное, откуда могут получить информацию в сегодняшних условиях, в цифровых условиях, конечно, с интернет-сайтов. При этом необходимо помнить, что информация, которая хотя бы единожды была размещена в сети интернет, и даже в позиции удаленная, все же может быть использована в любое время. В связи с тем, чтобы отсутствовали претензии ко всему нотариальному сообществу, к отдельным нотариусам, очень часто интернет-страницы нотариусов размещается на сайте Нотариальной палаты соответствующего региона. Это самый выгодный вариант размещения предоставления информации неограниченному кругу лиц по вопросу нотариальной деятельности, при этом чтобы не было вопросов самого нотариального сообщества конкретного региона, конкретному нотариусу. Ну, помимо того, что информация должна соответствовать определенным требованиям к сайтам нотариусов, конкретный вид нотариальной деятельности, помимо общих сведений о нотариусе, мистеразмещении, вид нотариальной деятельности, так что в обязательном порядке нотариуса, одним из разделов о нотариальных действиях должна быть размещена информация о тарифе, размещена должна быть информация о наличии льготок, и отсутствие этой информации влечет дисциплинарное изыскание. Это, безусловно, такие требования, прежде всего, направлены на всестороннее информирование граждан, но и на единство нотариальной практики. В отношении нерабочего времени кодекс нотариусов предусматривает два пункта, устанавливающий запрет на совершение действий, который наносит ущерб профессиональной деятельности нотариуса или подрывает доверие престиж профессии, и другая норма – запрет на совершение действий, который направлен на умоление профессионального достоинства, авторитет других нотариусов, нотариальной палаты, сотрудниками и органов нотариальной палаты. Причем вот эта последняя норма, она распространяется не только на нерабочее время, но и на любое время, когда Наталья уже работает, ну или же уже закончила работу. При этом в отношении адвокатской деятельности соответствующие корпоративные нормы не содержат такие детальные указания, но вместе с тем Федеральная палата адвокатов специально разместила на своем сайте международный принцип поведения специалистов в области права в социальных сетях, где одно из положений в данных международных принципах требует, что указывает, что социальные сети не являются платформой, подходящей для работы с клиентскими данными, ну это в частности обмен информацией, консультированной и так далее. Но возможно использовать, то есть социальные сети, сайты могут быть использованы непосредственно для адвокатской деятельности при условии, где сетях могут защитить информацию, то есть обеспечить. То есть таким образом адвокатское сообщество работает в нескольком ином направлении. Сами адвокаты должны беспокоиться, обеспечивать, если им удобно работать в интернет-среде, в интернет-блогах, в благосфере, то они должны сами обеспечить безопасность. А также адвокатской корпорации недавно было принято решение о правомерном объеме предоставляемой информации деятельности адвоката, в том числе в сети интернет. То есть какая информация должна быть размещена, может быть размещена в сети интернет. Та информация, которая не вводит потенциальных доверителей в заблуждение относительно характеристик адвоката. То есть запрещается размещать сети интернет на персональном сайте ложные сведения, либо сведения, содержащие завуалированную такую превосходящую информацию, которые, ну вот, можно рассмотреть, что конкурирующие с другими адвокатами. То есть частично, точно так же, как в нотариате у нас запрещено, да, размещать информацию, показывающую превосходственную другую нотарию, но точно так же и в адвокатской стреле. При этом, опять-таки повторюсь, что, к сожалению, в кодексе адвокатов не предусмотрены четкие конкретные требования, как это есть в кодексе интернета. Но, тем не менее, в отношении поведения во неслуженное время в кодексе адвокатов предусмотрена следующая норма, что в любой ситуации, в том числе в непрофессиональной деятельности, адвокат должен сохранять честь и достоинство, избегать всего того, что могло бы нанести ущерб, авторитет адвокатуры, подорвать доверие к ней. То есть, тем самым, я и коллеги считают, что требования морально-этического поведения в отношении адвоката распространяются, можно сказать, круглосуточно распространяются. Здесь идет любое. В любое время должны соблюдать требования морально-этического поведения. Ну и по степени, хотелось бы обратить внимание, по степени использования интернет-среды, то есть соцсети, благосфера, для непосредственной реализации профессиональной деятельности, можно дифференцировать указанные правоприменители следующим образом, что адвокаты могут использовать интернет для обмена запросами только лишь при условии обеспечения безопасности. Нотариусы используют интернет для обмена запросами и документами с отдельными органами и учреждениями, но только лишь через специально установленные программы. Благосфера не используется, соцсети не используются, да, исключением выполнения специальных предусловий материального действия для обеспечения доказательств. Ну и в заключение хотелось бы отметить, опять-таки повторить слова академика Хабриевой, что в настоящее время в исполнении пробелов правоприменения осуществляется за счет этических норм, которые очень быстро отвечают на запросы времени. И опять-таки повторюсь, что информация, которая единожды была размещена в сети интернет, никогда не исчезает. Поэтому особенно на данные последние замечания я всегда обращаю внимание своих студентов, что не нужно размещать что угодно, что попало. Даже если вы потом удалили, эта информация все равно где-то остается на каких-либо сайтах. Спасибо за внимание. Надеюсь, моя информация была интересна и может быть использована в дальнейшем приправах под применением. Спасибо большое.